Библейский портал экзегет.ру представляет То есть к началу, там упомянут Адам в самом конце 49 главы, вдруг появляется еще один недавний персонаж. Видимо, тот, кого Иисус Сын Сырахов знал лично, первосвященник из тех, которые были при его жизни. И о нем он говорит, пожалуй, наиболее ярко, полно и интересно. Вот, наверное, потому что знает. Это не просто некая хвала. Вот был такой хороший человек, да? История сохранила память о... А вот это кто-то очень лично дорогой ему. Симон, Синоний, великий священник, при жизни своей исправил дом и в одни свою укрепил храм. Но дом и храм здесь явно синонимы. Им положено основание двойного возвышения, возведения высокой ограды храма. В одни его уменьшено водохранилище, окружность Медного моря. То есть, очевидно, заменено это Медное море на некое меньшее. Чтобы предохранить народ свое от бедствия, он укрепил город против осады. Возводил укрепление, да? Как величествен был он среди народа, при выходе из завесы храма. Как утренняя звезда среди облаков. Как луна полная во днях. Как солнце, сияющее над храмом Всевышнего. И как радуга, сияющая в личностных облаках. Как цвет роз в весенние дни. Как лилии при источниках вод. Как ветвь ливана в летние дни. Ливан здесь растение. Как огонь с ладаном в кадильнице. Как кованый золотой сосуд, украшенный всякими драгоценными камнями. Как маслина с плодами. И как возвышающиеся до облаков кипарис. Ну, прямо любовная поэзия высокого уровня. Да, вот как можно любить человека. Вот не девушку, там, или юношу возлюбленную. Да, молодые вступают в брак. И у них вот эти вот песнопения, песни, песни. А он, Иисус Новин первосвященника, описывает, видимо, того, с которым он был связан очень тесно при его жизни. Он скончался, судя по тому, что он пишет к этому моменту. Вот как бывает красив человек, и как можно его возвеличить. Когда он принимал величественную одежду и облекался во все величественное украшение, то при восхождении к святому жертвеннику освещал блеском окружность святилища. Также, когда он принимал жертвенные части из рук священников, стоя огня жертвенника, вокруг него был венец братьев, как отрасли кедра на Ливане, и они окружали его, как финиковые ветви. И все сыны Аарона в славе своей приношения Господу в руках их пред всем собранием Израиля. Вот эта красота богослужения, которая являет в миниатюре как бы весь израильский народ, собравшийся для поклонения Господу. В довершении служб на алтаре, чтобы увенчать приношение Всевышнему Вседержителю, он простирал свою руку к жертвенной чаше, лил в нее из винограда кровь, то есть вино, и выливал ее к подножию жертвенника в воню благоухания Вышнему Всецарю. Тогда сыны Ааронова восклицали, трубили кованными трубами и издавали громкий голос в напоминание пред Всевышним. Тогда весь народ вместе спешил падать лицом на землю, чтобы поклониться Господу, своему Вседержителю, Богу Вышнему, а песнопевцы восхваляли его своими голосами. В пространном храме раздавалось сладостное пение, и народ молился Господу Всевышнему молитвой пред милосердом, доколе совершалось словословие Господа, и так оканчивали они службу ему. То есть не только его личность, но весь этот строй богослужения описывается с той же прямо пылкой влюбленностью, так как и личность самого этого Симона, первосвященника. И так оканчивали они службу ему. Тогда он, сойдя, поднимал руки свои на все собрание сынов Израилевых, чтобы устами своими преподать благословение Господа и похвалиться именем Его. Народ повторял поклонение, чтобы принять благословение от Всевышнего. Ну и вот как раз такое богослужение, которое завершается отдельным благословением народа. А значит, и ныне все благословляете Бога, который везде совершает великие дела. То есть это все не просто описание красоты, это призыв к такой же молитве, который продлил дни наши от утробы и поступает с нами по милости своей, и да даст он нам веселье сердце, и да будут во все дни наши мир в Израиле, и да дни век, да сохранит милость свою к нам, и в свое время да избавит нас. Выглядит как тоже священическое благословение. Наверное, Иисус Сын Сирахов сам был священником. И вот он совершает такое же благословение, только здесь он его записывает в книге, а не просто это делает с помощью собственных рук и слов устных. И вдруг, неожиданно так. Двумя народами гнушается душа моя, а третий не есть народ. Это сидящие на горе Сеир и Дамитяне. Филистим линии глупый народ, живущий в Секимах. То есть, а третий даже вообще не народ. Не очень понятно, что это такое конкретно имеется в виду. Вот все-таки, да, вот мы говорим, что это не каноническая книга, но не мы так говорим. Это, собственно, каноны так говорят о том, что эта книга не входит в состав канона священного писания, но в Библии печатается. Вот где-то она на границе, да, и вот здесь какая-то высота и красота соседствует с чем-то очень таким мелочным. Вот не люблю некоторые народы, говорит он, в самом конце, кстати, да, вот как бы, да, чуть не забыл. Ну, и вот народы есть дурацкие. Вот такая книга, вот так в ней все переплетено. И завершение. Книга фактически на этом закончена. Смысл этого послесловия, наверное, излагать другими словами не нужно, но еще есть 51 глава, это молитва. Вот молитва как бы идет отдельно, потому что здесь он закончил говорить с людьми, 50 глав говорил с людьми, хватит уже, все сказал, а 51-е скажет Богу.